Привет! Меня зовут Нова Кременчуцкая и я эксперт в сфере моды и красоты. Мы специально с платформы ВАИКРА записали серию коротких видео про то, как выглядеть круто и модно в рамках ЦНИЮТа. Поэтому мы расскажем вам про внешнюю и внутреннюю красоту. Мне 31 год, соблюдать я начала в 23 и жила в самом красивом городе этого мира в Иерусалиме, в самом черном религиозном районе Мея-Ша-Рим. Там я поняла две вещи о том, что единственная истина это Бог и о том, что оставаться собой нужно при любых обстоятельствах. Я мама троих мальчиков и делаю вид, что мне удается совмещать работу и семью. Это сложно, но возможно. Я руковожу компанией, которая делает девушкам красоту. Она называется Coco Nail Room. Это сейчас была реклама. И также открываю красивые магазины в Украине и работаю много с красивыми платьями, джинсами, которые не ношу и прекрасными другими вещами, которые делаю хорошо. Когда я первый раз зашла в синагогу, я была обжигающая великолепная блондинка в платье, которое, по моему мнению, соответствовало всем законам скромности и предусматривало максимальные длины. Но все смотрели на меня с долей осуждения. Что конкретно было не то? Никто так и не сказал, но это то, о чем я думала, когда выходила из синагоги. Что не так? Я решила разобраться. Наверное, так как и меня вас интересуют и уверенно волнуют многие вещи. Что такое выглядеть кошерно? Почему джинсы – это мужская одежда, когда все поголовно девчонки бегают в этих отвратительных скини? Что такое необходимая длина? Почему невозможно надеть прозрачное? И почему эта юбка очень обтягивающая? Почему не нужно носить красный или вот это вот платье достаточно хорошо, чтобы зайти в нем на шаббат? И что такое кошерный купальник? Об этом и обо многом другом мы будем записывать наши короткие видео и говорить на платформе вайкра. Подписывайтесь. Не думала, что я когда-то скажу, но ставьте лайки, делитесь этими видео с вашими друзьями кошерными и пока не очень и присоединяйтесь. Будет весело!